Александр Абрамович, что вы хотели сказать? Александр Абрамович, граждане, господатели и зрители тоже. Я думаю, что все расстроились. Спасибо. Ну, кроме Романа Дементьева, я хочу поздравить его с очередной победой. Это тоже человек с форума. И, наверное, кроме команды Балашка-Сумова, который теперь выйдет в финал осенней серии. Ну, это ведь палка о двух концах, его еще выиграть надо. Если выиграет, то да, тогда их радость будет обоснована. А вот если, не дай бог, проиграет, то это радость такая, со слезами на глазах. В любом случае, Козлов, вот он точно должен радоваться. Я поздравляю Андрея, и главное, я поздравляю телезрителей, потому что, когда играет команда Андрея, это настоящий гидрайв, катарсис и прочие замечательные ощущения у телезрителей. Ну, в принципе, так же, как когда играет ваша команда. Ну, в этот раз не о себе, в этот раз о команде Козлова. Надеюсь, что это будет хорошо. Я тоже так надеюсь. Спасибо, Александр Абрамов. Спасибо, всего доброго. А мы пойдем поищем играющую команду. Вот я вижу, как Александр Топенгауз что-то рассказывает молодым знатокам. А мы поговорим, наверное... Все очень расстроились. Поговорим с Анастасией Шутовой. Настя, можно тебя? Да, конечно. Расскажи, пожалуйста, впечатление. Я сказал, что это... Ну, как обидно. Пока самое главное впечатление. Что понравилось? Есть что-нибудь, что понравилось? Вот вы с счета 5-2 до 5-5 вышли молодцы. Как у вас так получилось? Как у нас получилось потерять предыдущие вопросы? Это очень обидно. Везде были версии, не отобрали. Чья это недоработка, я не знаю. Ну, не расстраивайся. Спасибо. Я думаю, вы еще сыграете в следующем году. Наши пригласили, да. Спасибо, Настя. Как тебе музыкальная пауза? Очень понравилась. Люблю группу Ума Турман. Хорошо. Хоть что-то хорошее. Да. Пойдем дальше. Александр, привет. Прямая трансляция на портале «Что, где, когда.рф». Расскажи впечатление от игры. Позор, тоска, о жалке жеребий мой. Ты первый раз, наверное, играл в домики. Как тебе? Первый раз играл в домики. Мне... Нет, играть в домики мне очень понравилось. Не считая, что мы заслужили чем-либо повторную игру, о которой нам сказал господин ведущий. Считаю, что мы играли очень плохо. Не нужно говорить, что капитан там не выбрал четыре раза. Плохо играла вся команда. Во всех случаях мы не объяснили, что... Что... Почему нужно брать ту или иную версию. Вот лично две версии, которые не отобрал капитан. Я лично говорил версию про брови. Не сказал, что их две, что поэтому надо их брать. Лично я говорил про грязевые вулканы. И не сказал, что речь о пузырях. И поэтому никто ничего не понял. Конечно же, эту версию не взяли. То есть вся команда играла плохо. Расскажи вообще о себе. Откуда ты? Чем занимаешься? Это сложный вопрос. Я из Москвы. Я инженер. Занимаюсь наукой. Если конкретно, то физикой и плазмой. Я знаю, что ты еще тренируешь детей. Да, я тренирую детей. Я им обязательно объясню. Наверное, завтра все-таки соберу их на тренировку. Объясню им, что вот так делать не надо, как мы сегодня играли. А как ты можешь кого-то тренировать? Мне кажется, тебе надо еще самого тренировать. Да, конечно, мне надо тренировать. Но я могу тренировать детей. А меня может тренировать кто-то взрослый, кто-то, кто умеет играть. Спасибо тебе. Да не за что вам. Спасибо. Надеюсь, что мы еще тебя увидим. Я тоже очень надеюсь. Найдем кого-нибудь еще. Но не знаю, кого. Вот Эдуард. Здравствуйте, Эдуард. Здравствуйте. Я вижу, расстроена. Что вам помешало выиграть? Ну, то, что мы проиграли, видимо. Ну, лично мне помешало выиграть, на мой взгляд, то, что я труслив и не решился. Я, в общем-то, понял, что нужно было в последний момент отвечать ресни, брови. Но, в общем, испугался и ответил то, что дали отвечать. Все. Не взял на себя ответственность. Какой вопрос вам больше всего запомнился, кроме этого? Я, честно говоря, все забыл уже. Вы не расстраиваетесь? Вы все-таки еще сыграете. У вас хорошая команда. Спасибо. А как вы вообще тренировались перед игрой? Как готовились к игре? Есть ли у вас какие-то традиции уже? Ну, традиций нету, а готовились, как? Много. Очень много раз специально собирались отдельно. Вот, когда вы слышали, нас оглашали города, из которых мы, мы специально все приезжали из разных мест в Москву. И готовились тщательно. Кстати, а что вас занесло в Хельсинки? Вы же раньше жили где-то в другом месте? Ну, я жил в городе Санкт-Петербурге, а в Хельсинки оказался, ну, жизнь так сложилась. По семейным обстоятельствам оказался в Хельсинки. И там сейчас живу уже год. Спасибо за интервью. Вам спасибо. Сейчас мы поговорим с Иваном Топчем. Здравствуйте. Здравствуйте. Как тебе игра? Честно? Честно. Плохо. Ну, то есть, спасибо ребятам, что мы не, мы смогли отыграться с 2-5. То есть, честно говоря, для меня это опыт. То есть, если я не ошибаюсь, например, у нашей белорусской команды такого еще никогда не было. То есть, если мы проигрывали, то проигрывали уже все. Вот. Ну, и здесь тоже, конечно. Я думаю, что вот это из положительных моментов, это, пожалуй, как бы, наверное, единственный. То, что мы смогли собраться, мы смогли отыграться. Вот. Ну, а я уже Андрею сказал, ну, если честно, я считаю, что каждый конкретный его невыбор, это все-таки, ну, это можно простить. Кроме, пожалуй, одного, я не понимаю, как можно не выбрать бикини. Ну, то есть, ну, не бикини, вообще женское белье. То есть, после того, как Лена Потанина не выбрала подвязку, вот, достаточно известный вопрос, вот, ну, не знаю, как можно думать про то, что, ага, про это же не спросят, вот. А так, очень, честно говоря, очень не понравилась моя игра. Лично мне, особенно в начале, то есть, первую половину до счета 2-5 я считаю, что я не играл вообще. Капитану не помогал, сам версии не накидывал, только забивал эфир, ну, то есть, вот. И команда сыграла не очень, я сыграл, особенно первую половину, не очень, поэтому все действительно плохо. И во всем виноват Супарнович. Есть две таких известных уже фразы, вот. Ну, вот мой комментарий к игре. Ну, хорошо, что есть положительные моменты. Ну, честно говоря, вот после, наверное, после счета, после, после, там, какого-нибудь, там, шестого раунда при счете 2-4, я, ну, как бы, уже после Митиного Супер Блица, ну, как бы, опять же, у меня не было версии на Супер Блиц, я подумал, что, ага, Слон, Мамонт, Мамонтов, вот, Савва Мамонтов. Вот, про Пушкина я даже не подумал, а, скажем так, я сидел и реально думал насчет того, что вот, вот сейчас мы проиграем, меня выгонят из клуба и будут абсолютно правы. Вот, и еще парочку людей в придачу, вот. Ну, не расстраивайся. Ну, совсем не расстраиваться не получится, но тут, ну, мне кажется, что сейчас наша задача скорее в том, чтобы, чтобы не дать, Андрею совсем уже самым бичеваться, вот, вот, это, наверное, самое главное. Вот, и еще, конечно, очень тяжело, что не играли долго, ну, во-первых, новый состав, ну, и, в принципе, и даже мы не играли долго, даже опыт, ну, как бы, относительно опытные игроки, на тренировках это была, вот, вообще другая команда, и даже не в плане качества игры, а просто, в принципе, другая команда, и очень тяжело было. Я думаю, об этом Андрей вам или сказал, или если вы еще не брали у него интервью, вот, то он обязательно вам про это скажет, и я с ним полностью согласен. Спасибо. А мы найдем Андрея Супрановича. Вот, я вижу, он там стоит. Андрей? Да. Ну, расскажи. Знаете, слов особо нет вообще. Цензурных тем более нет. Так что, вы спросите, я, может, попробую. Ты постарайся. Что вам сказать? В чем причина поражения? Я не хотел бы оправдываться просто, но я перед игрой знал, что мы обязательно победим, потому что команда очень сильная, но единственное, что меня пугало, это вопросы. Определенный тип вопросов. Лично для меня он очень тяжелый. И получилось так, что здесь, на этой игре, большинство вопросов были именно этого типа, которые меня пугают. Когда нету щелчка, когда ты говоришь правильную версию, но нету щелчка, что она на самом деле правильная, и рядом лежат три, которые не менее красивые. И интуиция не включилась. То есть она либо включается, либо нет. Вот первый раз не выбрал, а дальше, наверное, она уже и не включается. И получилось так, что все вопросы такие, что можно придумывать много версий, а команда сильная, она не придумывает версии, да. Они это и делали, и у них хорошо получалось. А я не выбирал. Вот и все. Причем ошибки делали какие-то детские, как вот с этим. Бикини такая же ситуация была уже у команды. По Таниной, где играли Дима и Эзик, они тоже не рискнули ответить подвязку, потому что считали, что это слишком фривольный ответ. И отвечали, перчатку они ответили, да. А мы тоже не рискнули ответить, фривольный ответ. Ну вот, теперь... На самом деле играли плохо. Честно скажу, играли очень плохо. Когда счет стал 2-5, ребята поняли, что отступать некуда, и стали играть лучше. Стали играть нормально, спокойнее. А последний вопрос, просто уже, может, не хватило сил, в том числе и мне. Ну и Эдуард, он, может быть, тоже... Он хотел, наверное, изменить свою версию, но я на него надавил, сказал отвечать свою. Мне кажется, причина во мне и в том, что мы очень давно не играли. Нужно чаще играть, чтобы чувство стола появлялось. И тогда, в общем, можно побеждать и на более сложных вопросах. Не могу сказать, что у меня были вопросы, на которые мы не могли ответить. Может, супер-близ только, а все остальное... Ну, честно, сложно говорить. Спасибо. Не расстраивайся. Мы поищем еще Дмитрия Панайоти. И, возможно, кого-то еще. Георгий Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы расскажите, чем вы занимаетесь на программе? Я формирую программу, то есть то, что видит телезритель в эфире, это вот моя работа. Ну, как сегодня прошел эфир, с вашей точки зрения? С моей точки зрения, показ был очень даже неплох. Операторы работали замечательно. Удалось многое, как бы, показать из того, что не всякий заметит, присутствуя в зале. И поэтому, я думаю, телезрителям было интересно. Кто не видел эфир, пожалуйста, посмотрите, найдите в интернете. Рекомендую. Проигрыш команды незакономерный, он случайный, скажем так, ошибка капитана в конце. То есть не хватило немножко капитану логического мышления, чтобы выбрать между двумя версиями. Брови, ресницы. Ну, я думаю, что это волнение. И, как говорится, на этом жизнь не кончается. Все у них еще будет хорошо. Играли ребята замечательно, на мой взгляд. Первую половину игры они играли слабовато. Но потом у них нашлось силы сломить ситуацию. И с 2-5 они сделали счет 5-5. Это дорогого стоит. Вот. Поэтому, на мой взгляд, эфир был неплохой. Советую посмотреть. Тем, кто не видел. А вообще, вы когда смотрите игру, вы болеете за знатоков? Конечно, конечно. Не только я, а все, кто принимает в этом участие. И звукорежиссер, и все ребята-звуковики, которые тоже помогают звукорежиссеру. И у меня в ПТС. Вся техника болеет. Все мои ассистенты, которых раз, два, три, три, все тоже болеют. Ну, я сам, конечно, конечно, болею. Конечно. И, в общем, всегда за знатоков. Пусть меня извинят телезрители, но всегда за знатоков. Вот так. Спасибо. Пожалуйста. Поговорим с Натальей Ивановной. Сейчас Наталья Ивановна немножко занята. Мы подождем и сразу с ней поговорим. Я ездила по такой пушке, сейчас скажу, в Удоблю, которые сегодня были как раз вам. Вот, кстати, опять же, опять же, да. Я прямо всем, плюс я, конечно, элитично. Если всем лично передать на вертолеты, даже руководство, то никто не узнает. Поговорим, давайте мусорки увидимся. Так, вот это я. Наталья Ивановна, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Да, ну что вы хотите? Что вы хотите? Хочу услышать. Женя заболел, теперь ты мучаешься. Да, теперь я буду вас мучить. Да, ну хорошо, давай мучай. Ну, сначала хочу узнать ваше впечатление от игры. Малиночка, ну, мне кажется, что я, ну, вот как сказать, вот если бы игра закончилась и они проиграли вот где-то там в середине, то я бы сказала, что, ну, что делать, ну, что с ними вообще делать. С ними можно даже и не играть, потому что, ну, уж очень, конечно, они плавают, поскольку все-таки дальше игра продлилась, и было видно, как они набирают эти связи, эти контакты, которых у них, естественно, еще нет. И в этом смысле это нормальное состояние команды молодой, собранной, так сказать, достаточно живо, которая редко играет. Вот если бы они, у них была возможность, например, сыграть уже через неделю, мы бы увидели совершенно другую игру. Ну, поскольку им придется теперь ждать еще где-то, ну, почти год, то, конечно, очень жалко, потому что, в общем, вот эти связи, которые сегодня у них стали набираться, они, конечно, уйдут за это время. И это будет опять какая-то новая игра новой команды. Но, в принципе, ребята молодцы, и, конечно, потенциально, я считаю, что там будут сильные игроки, но пока я не чувствую там гармонии. Вот этой гармонии, когда, ну, непонятно, Супранович еще не понимает, на кого опираться, кто больше знает, у кого лучше интуиция, у кого лучше воображение, он их еще пока не чувствует. Это, естественно, для молодой команды, для такой неопытной. А так вообще, конечно, молодцы. Ну, это же как щенки вообще. Вот они еще щенки. Они дрессированные собаки. Спасибо. Еще, Наталья Ивановна, давно хотела задать вопрос, может быть, глупый, но почему игра «Что, где, когда» так называется? Почему «Что, где, когда»? Ой, ну, почему «Что, где, когда»? Да, ну, я бы не сказала, что здесь была какая-то великая находка. Просто, честно говоря, когда она задумывалась, то надо было сделать такое. Ну, все-таки мы же в сложное время начинали. 75-й год – это очень тяжелое время было для телевидения. С одной стороны, очень творческое, потому что нас все время били, а с другой стороны, одно тяжелое, потому что били за все. Поэтому нужно было такое достаточно примитивное название, которое на слуху. У нас сменялись названия там, и клуб знатоков было, какие-то вот такие вещи были. Но для того, чтобы поменьше цеплялось начальство, лучше всего было взять название, которым вроде не придерешься. Ну, три слова таких, три вопроса, и все. Вот, не сложнее. Это не киплинг, это не, так сказать, какие-то высокие мотивы. Просто по примитиву. Но надо сказать, что этот примитив, он сыграл свою роль. Да, я тоже думаю, очень удачное название. Ну, время, время оно притирает. Спасибо большое. Все. Ага. А мы поговорим еще с Дмитрием Панайоте. Дима, привет. Да, добрый вечер. Ну, расскажи, пожалуйста, свои впечатления от игры. Ну, нам положили, по-моему, один из лучших пакетов, который я видел за последние много лет, где каждый вопрос очень хороший, очень пригоден для игры и требует только внимательного ощущения, чтобы понять правильный ответ, потому что он понятен, когда ты его придумываешь. Но мы умудрились и здесь не блеснуть. Вот, и счет 5-6 уже становится для меня некоторым наваждением. А вообще, по-моему, смотреть, я думаю, было довольно интересно, а это главное. Все, спасибо большое, Дим. Спасибо. Мы будем заканчивать нашу трансляцию. Спасибо за внимание. С вами была я, Полина Ионова, компания ТВ-игра и Интернет-ТВ. До свидания. Давайте посмотрим, как наши знатоки и сотрудники уезжают на машинке до Ленинского проспекта. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»